Здравствуйте, уважаемые радиофилы и радиофобы! Мы сейчас находимся в очень интересном месте. Попасть сюда не специалисту попросту невозможно, а про видеосъемку я вообще молчу. Это место, где самая высокая концентрация атомных реакторов на квадратный километр. И именно здесь получают самый дорогой металл на Земле. Калифорний 252. Сейчас у вас есть уникальная возможность заглянуть внутрь крупнейшего российского научно-исследовательского экспериментального комплекса атомной энергетики, который находится в городе Димитровград. Да, это тот самый научно-исследовательский институт атомных реакторов. И раз здесь исследуют атомные реакторы, значит специалистам приходится иметь дело с радиацией. И не какой-то там низкофоновый, как, например, от природного урана. Про то, как его добывают, вы могли видеть серию видео. По традиции ссылка в правом верхнем углу экрана, либо в описании. Так вот, в данном институте люди работают с материалами, обладающими высокой радиоактивностью. И сейчас мы вам покажем, как это делают профессионалы. Кстати, обратите внимание на заснеженную скульптуру позади меня. Это расщепленное ядро. Сейчас эта композиция является визитной карточкой института. Ее еще неформально называют мозг ученого после эксперимента. Ну, действительно же, похоже. Вот есть у нас такая маленькая копия этого расщепленного атома. Видите, здесь написано? Родному Фистеху в день 65-летия от выпускников сотрудников ГНЦ НИАР в городе Димитровград. А вообще у нас целых два расщепленных атома. Второй распоплен Сергей Павлович. Как вообще появилась эта композиция? В 1969 году студенты Московского архитектурного художественного института приезжали в НИАР на преддипломную практику с заданием оформления городов Средмаша к столетию со дня рождения Ленина. Расщепленный атом – это одна из групповых работ, которая установлена на территории института в 1970 году. Саму же скульптуру создали специалисты опытно-экспериментального цеха НИАР. Хватит истории, вернемся к работе с радиацией и немного поднимем теории. Из курса школьной физики вы можете помнить, что альфа-частицы задерживаются листом бумаги, бета-частицы – тонким алюминиевым листом и так далее. У нас даже было про это отдельное видео, здесь вот будет ссылочка. Так вот, здесь так никто не делает. Никто руками не ловит бета-частицы и листком в тетради не прикрывается. А дело в том, что здесь специалисты работают с веществами, которые имеют разную активность. В дальнейшем я не буду говорить радиоактивность, а буду говорить просто активность. Несмотря на то, что это совершенно разные определения, и специалисты обязательно закидают меня тапками. Так проще, и всем и так понятно, что речь идет именно о радиоактивности. В зависимости от активности специалисты выбирают разные методы работы с радиоактивными материалами и способы защиты от радиации. Когда я был студентом, то проходил здесь предипломную практику, и мне как раз был очень интересен данный вопрос. Поэтому сейчас мы вам продемонстрируем, как реализована работа с активностью. Прежде чем попасть на рабочее место, где можно работать с радиоактивными веществами, надо пройти несколько физических барьеров, один из которых – проходная института, которую мы вам показать не можем. Вот эта скамейка является одним из многих барьеров, защищающим обычный мир от радиации. Здесь работник должен снять свою обычную обувь и перешагнуть из зоны свободного доступа в санпропускник. В санпропускнике необходимо полностью снять свою гражданскую одежду и положить ее в шкафчик. Это нужно, чтобы случайно где-то не испачкать свои гучи и не превратить их в радиоактивные отходы. Голым, конечно, никто работать не позволит. Поэтому в следующем шкафчике необходимо надеть чистую спецодежду, которая является средством индивидуальной защиты. Это вот такое нательное белье и штаны. Поверх еще надевается рубашка на пуговицах. На голову обязательно надевается чепчик, чтобы защитить свою прическу от попадания чего-нибудь нежелательного и чтобы волосы свои повсюду не разбрасывать. Далее берем специальную обувь с носками и идем к следующей скамейке-барьеру. Прежде чем ее пройти, надо получить индивидуальный дозиметр. На любом серьезном предприятии атомной отрасли каждый сотрудник имеет личный дозиметр, который выдается ему в начале работы и забирается по окончанию смены. Таким образом контролируется полученная доза каждым рабочим как за квартал, так и за год. Мужчинам выдается один дозиметр, который крепится на нагрудный карман. Девушкам выдается еще второй, который крепится на пояс для отслеживания получаемой дозы репродуктивными органами. Далее проходим в так называемую зону контролируемого доступа или по исторически сложившемуся названию на горячую часть. Делается это строго определенным образом. Ботинки сразу ставятся за скамейку. Сотрудник садится на скамейку и надевает носки на ноги. Причем заправляет штанины в носки по последнему писку моды. Затем переставляет одну ногу сразу в ботинок. Надевает его и только после этого переносит вторую ногу. Это необходимо, чтобы случайно не запачкать носки. И вообще за скамейкой пол это лава. Кстати, перед проходом на горячую часть мы проверили штатив на активность, а затем надели на ножки перчатки, чтобы их также защитить, несмотря на то, что полы в зоне контролируемого доступа чистые. Как видите, на предприятиях атомной отрасли работают по принципу «Лучше перебдеть, ибо безопасность превыше всего». Вот теперь можно отправляться к рабочему месту. Перечисленные действия, направленные на защиту как самого персонала, так и на то, чтобы с рабочего места ничего радиоактивного случайно на себе не унести. Это во-первых. Во-вторых, для работы с активностью используется специальное защитное оборудование. Оно отличается разной степенью защиты в зависимости от величины активности и вида излучения, с которым работает человек. Если речь идет о альфа-излучающих нуклидах или слабоактивных бета или гамма, то используются вот такие легкие перчаточные боксы из пластика, ну, бывают еще и из металла. Такие боксы обеспечивают защиту от небольшой активности и радиоактивных аэрозолей. Резиновых перчаток в данном случае достаточно, чтобы защитить руки. Объем камеры герметичен и не позволяет вылететь радиоактивным частицам в атмосферу. Таким образом защищены легкие рабочего, а обычное оргстекло позволяет видеть объекты, с которыми необходимо работать. Если возникает производственная необходимость работать с большими активностями, то используются перчаточные боксы со стенками из металла толщиной от 10 до 50 мм и смотровыми системами, оснащенными специальными свинцовыми стеклами, которые защищают от излучения один из самых чувствительных к радиации органов человека. В легких перчаточных боксах можно осуществлять аналитические операции по пробоподготовке, а в боксах с усиленной защитой работы по очистке более высокоактивных препаратов. Работать в резиновых перчатках, конечно, не самое приятное удовольствие, но это все же своими руками. Однако бывает так, что необходимо работать с таким материалом, мощность получаемой дозы от которого настолько большая, что кисти рук получают положенную норму дозы буквально за несколько секунд. Согласитесь, это уже совсем неприятно. Поэтому необходимо другое оборудование. Пойдемте посмотрим на него в другом месте. Для работы с большими активностями применяются вот такие манипуляторные боксы, оснащенные так называемыми шпаговыми манипуляторами. Тут можно работать, не опасаясь переоблучить свои манипуляторы с пятью пальцами на каждом. Работа с такими манипуляторами напоминает кадры из научно-фантастического фильма. К сожалению, у таких боксов есть определенные недостатки. Например, это небольшая обслуживаемая зона. Что-то занести или вынести можно только через вот такую переходную форм-камеру. Она тоже имеет небольшой объем. Причем, когда открыта одна из створок, вторая должна быть закрытой. Для удобства работы в ней есть подвижный столик. Как видите, работают в таких боксах с маленькими объемами растворов во флаконах. Причем, прежде чем вынести такой флакон, его необходимо запечатать. Для этого используется специальное устройство. Оператор нажимает кнопку и специальный кримпер закупоривает флакон. Если же флакон необходимо вскрыть, для этого используется соседнее устройство декапер. А вот так выглядит работа человека, который впервые работает с такими манипуляторами. То есть я. Не переживайте, все под контролем. Мы тренируемся на кошечках. Вынести флакон из бокса можно через другой специальный выход. Для этого флакон помещают в специальную камеру, а затем легким движением руки извлекается из бокса. Как видите, флакон находится в специальном свинцовом контейнере. Также при работе в боксе имеются ограничения на конструкцию используемого оборудования внутри бокса. В таких боксах, например, делают радиоактивные препараты Стронция-89, Йода-131 и Вольфрама-188. Ладно, представим, что надо работать с еще более активными препаратами. Для этого пойдем в другое помещение. Но перед этим обязательно необходимо проверить свои руки на предмет радиоактивного загрязнения. Даже несмотря на то, что руками, кроме манипуляторов, мы ничего не трогали. Левый детектор на альфа-частице, а правый на бета-частице. Ну что ж, мы с вами находимся у следующей по степени защищенности конструкции. Это защитная камера с копирующими манипуляторами. Вот здесь вот находится такой манипулятор, там вот такая вот клешня. Можно ее так вот помахать, пощелкать и, соответственно, работать. В такой камере можно спокойно работать с активностями сотни кюри. А мощность дозы на рабочем месте будет не сильно отличаться от той, которая фиксируется на гранитной набережной в Питере. На заметку, один кюри это 3,7 умноженное на 10 в десятой степени беккерель. А один беккерель это один распад атома в секунду. Один кюри много это или мало? Вот смотрите, человеческий организм содержит природный радионуклид калий-40, активность которого примерно 0,1 микро кюри. Это 4,5 кбеккерель. Сравните, вот с такими активностями можно работать в данном боксе. А вот настолько мы сами радиоактивны из-за калия-40. Данные манипуляторы полностью механизированы. В них нет электроники, так как она под действием высокого уровня излучения внутри камеры быстро выйдет из строя, а применяемые конструкционные материалы радиационно-стойки. Для удобства работы свет в помещении выключают, чтобы не было бликов на стекле и хорошо было видно рабочий объем камеры. Управлять манипуляторами не так сложно, главное приноровиться. Вот, например, могу помахать вам захватом манипулятора из камеры. Кстати, обратите внимание на стеклянную посуду. Под действием высокого уровня радиации она темнеет. Подобное вы могли видеть, когда мы специально тонировали стекло на ускорителе частиц. Конкретно данный комплекс из двух горячих камер используется в цепочке производства молибдена-99. Этот изотоп, точнее его дочерний технецей 99-й метастабильный, считается рабочей лошадкой ядерной медицины при проведении диагностики заболеваний. Молибден-99 изготавливается на реакторах, расположенных в России, Бельгии, Голландии, Канаде и ЮАР. Возвращаясь к нашему боксу, отметим, что полученный изотоп 99-го молибдена помещается вот в такой контейнер, а затем извлекается из горячей камеры в защитный контейнер. В таком виде он транспортируется к потребителю. Что ж, как работают с радиоактивными материалами мы с вами посмотрели. А теперь пойдемте покажу, откуда они здесь берутся. Но прежде чем выйти из лаборатории, снова проверим свои руки на предмет загрязнения радионуклидами. Прежде чем покинем горячую часть, хочу отметить, что порой в химических лабораториях можно встретить цветы или животных. Они не только радуют глаз, но и выступают биоиндикатором безопасности рабочего места. Действительно, ведь цветы и те же рыбки круглосуточно находятся на рабочем месте, и по их состоянию можно оценить воздействие вредных факторов на рабочий персонал. Ну или понять, что кто-то забывает поливать цветы и кормить рыбок. Покидая так называемую горячую часть, снова надо пройти через барьер и скамейки, сдать личный дозиметр, принять душ, переодеться в раздевалке. То есть пройти все этапы, что были на входе, но в обратном порядке. Таким образом обеспечивается радиационная безопасность как персонала, так и обычных людей, кто живет с ними по соседству. Переместившись в другое здание, мы оказываемся в пультовой, где находятся органы управления двух ядерных реакторов РБТ-6 и СМ-3. Перед вами обновленный и модернизированный пульт реактора СМ-3. А вот так выглядит знаменитая кнопка АЗ, про которую знают многие любители атомной тематики и эксперты, которых очень сильно прибавилось после выхода художественного сериала Чернобыль от HBO. Из этого зала начальники смен и операторы следят за работой реактора и управляют им. Рядом находится пульт реактора РБТ-6. В следующем году он также будет модернизирован. Корпус данного пульта сделан из дерева. Да, вы не ослышались. После его модернизации старый пульт должен быть выставлен в павильоне на ВДНХ в качестве музейного экспоната. А теперь давайте посмотрим на сами реакторы. Сейчас вот в это окошко мы видим реакторный зал. Принцип защиты от излучения такой же как и в горячей камере. Оператор смотрит за тем что происходит в зале. В данном случае он может управлять перегрузкой топлива в реакторе смотря через защитное стекло метровой толщины. Можете попробовать посчитать количество слоев стекла в этом окне. Органы управления экраном здесь простые. Да, они старые но надежные. Данный объект строился на многие десятилетия вперед. Ведь запас прочности раньше закладывали многократный. А теперь отправимся в сам реакторный зал. Сейчас в зале находиться безопасно. Причем мы можем заглянуть в сердце одного из реакторов своими глазами. Активная зона реактора РБТ-6 находится под слоем воды высотой 7 метров. Именно она защищает нас от высокого фона и является биологической защитой. Как вы уже могли догадаться светится нежно-голубым светом сама активная зона. Это и есть знаменитое свечение Вавилова-Черенкова. Вживую это выглядит завораживающе. Я очень долго не мог оторваться пока мои товарищи не спросили меня о дальнейших планах продолжения рода. Конечно же они шутили так как мощность дозы была в пределах нормы. Кстати обратите внимание на изредка появляющиеся белые точки на видео. Это засвечивают матрицу камеры высокоэнергетичные частицы которые все же преодолевают толщу воды и вырываются на свободу. Так что мы все равно подвергаемся облучению но не смертельному. От пары частиц еще никто не умирал. Аббревиатура РБТ-6 расшифровывается как реактор бассейного типа. И не поспоришь правда купаться в таком бассейне все же не стоит так как в нее попадают различные радионуклиды. РБТ-6 это исследовательский реактор. Но тем не менее именно в этом реакторе нарабатывается изотоп 99 молибдена о котором мы с вами говорили ранее. Отличительной особенностью этого реактора является использование в качестве топлива тепловыделяющих сборок отработавших в реакторе СМ-3. Сам же реактор СМ-3 находится рядом. Ну что же сейчас мы с вами находимся в центральном зале знаменитого на весь мир самого высокопоточного реактора в России СМ-3. Совсем недавно здесь была проведена масштабная реконструкция в ходе которой были заменены внутри корпусные элементы реактора. Срок службы продлен минимум до 2040 года. Производительность радиозатопов увеличена в 1,7 раза. Заглянуть под крышку этого реактора уже не получится. Он работает под высоким давлением. Поэтому мы можем посмотреть только на различные управляющие узлы, находящиеся над самим реактором. Как же расшифровывается аббревиатура СМ-3? Самый мощный. Вот так никакой ненужной в данном случае скромности. Этот реактор не энергетический, а исследовательский. Строился этот высокопоточный реактор для того, чтобы за счет своего высокого потока нейтронов наша родина быстрее могла наработать трансплутониевые элементы, в том числе и Калифорнии 252, для изучения их химических свойств и нахождения практического применения. А сейчас покажу вам уникальнейшие кадры, как два высококвалифицированных специалиста катаются на поворотной крышке ядерного реактора, как говорится, у взрослых своей игрушки. Кстати, отсюда хорошо видно то самое смотровое окно, через которое мы с вами смотрели на этот зал. Обратите внимание, на каком расстоянии оно находится. Итак, какой мы можем сделать вывод из нашего путешествия по институту? Существует три способа защиты от радиации. Первый это экранирование. Будь оно из оргстекла, толстого стекла или нескольких метров тяжелого бетона, все это ослабляет поток ионизирующего излучения в какой-то степени. Второй вид защиты это расстояние. Тут стоит вспомнить физику. Интенсивность излучения, проходящего через одну и ту же площадь, обратно пропорционально квадрату расстояния от источника. Точно так же, как тепло от огня ослабевает по мере того, как вы отдаляетесь от него, доза радиации значительно уменьшается по мере отдаления от источника. О третьем виде защиты мы сегодня не говорили, но внимательные зрители канала хорошо о нем знают. О чем идет речь, напишите-ка в комментариях, а мы заодно проверим, насколько вы разбираетесь в теме. Ну что же, а я начну наращивать квадрат расстояния по направлению к столовой. Художники, может быть, и должны быть голодные, но ученые должны быть сытыми. Стоит отметить, что этого видео не было бы без участия агентства инновационного развития Ульяновской области и, конечно же, принимающей стороны администрации и специалистов ГНЦ НИАР, которые помогали в создании данного видео, за что им, конечно же, огромное спасибо. А от вас мы ждем отзывов в комментариях, понравилось ли вам наше путешествие и, конечно же, нам приятного аппетита, потому что мы пошли кушать.